Всем привет! Слушай, кто мы такие и нахер мы это делаем? Две недели назад я обновил свой Asus Zenfone 6-й и 14-го года модели до Android 5. Вот эти две недели я им попользовался и сейчас хочу поделиться впечатлениями. На первый взгляд Android 5 мне понравился. Симпатичнее выглядит интерфейс, значки еще ближе к минимализму, как это сейчас модно. Больше всего мне понравилась в Android 5 эта шторка уведомлений. Она в 4-м Android, у Asus почему-то не очень удобная. Сейчас они сделали это так, как надо, в идеале. Но есть и ряд минусов, которые, проспорю, для меня перевесили плюсы. Первое, самое главное, это батарея. Она действительно садится быстрее. Причем быстрее где-то на треть, очень неприятно. Телефон постоянно горячий, это второе. Третье, столкнулся с такой проблемой приложением YouTube. Звук отстает от видео. Вернее, начинается все хорошо, синхронно. Две секунды мы видим отличную картинку, затем видео встает. И когда оно стартует, уже звук почему-то отстает. Парадоксально. Но так. То есть за эти две недели ничего не изменилось. YouTube обновлялся, но это не помогло. Четвертое. Первые два дня меня просто одолевало окно ошибка Play Market. То есть блэм перед тобой, она появилась. Ты жмешь ок, она опять блэм и еще раз появилась. И так каждые минут пять. С этим мы пытались бороться. Удалили Play Market, установили заново. На тот момент не помогло. Потом все прошло само собой через два дня. Плюс к этому заметил еще одну интересность. При разблокировке телефона, если на четвертом можно было разблокировать что вертикальным свайпом, что горизонтальным, то в пятом андроиде почему-то сделали только вертикальный. Горизонтальный не разблокировал телефон. К этому еще нужно немножко было привыкать. Итак, подведем итог. Они неплохо переработали интерфейс, сделали симпатичные иконки. Есть очень много приятных и не очень приятных мелочей, на которых даже не стоит останавливаться. Это все нужно взять и подержать в руках, почувствовать. Но минусы для меня перевесили. Плюсы и я ушел в downgrade. То есть обратно откатился до андроида 4.4. Все-таки на именно этом телефоне он работает лучше, лучше оптимизирован. Не знаю, остается надеяться, что вот тот обещаемый андроид М, он же андроид 5.2, будет лучше. И они может быть все-таки выпустят прошивку для этого телефона. Тогда попробуем еще раз. Итак, если наше видео вам оказалось полезным, то подписывайтесь на наши каналы. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч!